Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи. Владимир Мудряков, российский рынок, в рамках которого мы всегда говорим с нашим коллегой из Ростова-на-Дону, трейдером Владимиром Мудряковым, о том, куда же движется российский рынок, во что можно инвестировать. Владимир, приветствуем вас! Добрый день, Игорь, добрый день, участники! Как вам сегодняшний рынок? Что интересного? Сколько сделок вы уже открыли? На сегодняшний момент на спекулятивной части рынка на сегодняшний день у меня каких-то идей нет. Что касается направления, для меня однозначные лонги. Понятное дело, что коррекционные движения, они будут, они возможны, но это исключительно для меня, если будут, то только коррекционные движения. То есть направлению по рынку, по индексам я пока за продолжающую тенденцию. Единственное, ну, минус такой для меня небольшой, это то, что разворот, который случился, он не совсем от тех диапазонов, на которые я рассчитывал. Но инвестиционные покупки совершались, даже заранее получается, да, в моменте, ну, как итог, пока оправданно. Что будет дальше, ну, посмотрим. Пока оправданно это все, да, рынок отрастает, индекс S&P тоже на своих очередных исторических максимах потихонечку идет. Дальше вверх, Япония тоже пробивает, то есть на Азии все нормально, все хорошо. Какими-то очередными санкциями, то, что в сторону России планируется, но неоднозначно. Я смотрел видео Байдена, то, что он на выходных публиковал в плане того, что США вернулись. Было небольшое ожидание на негативное открытие, но в итоге нет, все хорошо, рубль продолжает укрепляться, рынки растут. Но так как это движение началось еще на прошлой неделе, то есть для меня это продолжение и не начало. Поэтому здесь и сейчас в рамках сегодняшнего дня я уже сделки не рассматриваю. То есть те позиции, которые там был, позакрывал, фиксировал, в частности, РТС, они зафиксированы. Все, то есть текущее движение спекулятивное, ну, мне хватило, свой план сделан. Дальше с нефтью сюда лезть после практически безоткатного роста, спекулятивно, да, через фьючерсы, ну, нет, не вижу, хотя еще до 64 запас есть. Но как взять этот запас с коротким риском, вопрос очень и очень открыт. Есть ученики, которые держат с 57, вошли и дальше продолжают удерживать, поэтому за них приходится радоваться. По валютной паре доллар-рубль, диапазоны, которые я ожидал на открытии, что пойдем, ну, вот два есть. Наверное, на сегодняшний день нет. Единственный понятный инструмент, который я себе могу позволить войти спекулятивно в направлении шарта. Но по валютной паре доллар-рубль у меня нет больших целей. И 74, на которые я рассчитывал сегодня, думал, открытие будет где-то нейтрально, как на азиатской сессии были, там, сходим чуть выше и потом пойдем на 74. Ну, вот в итоге вначале сходили на 74, а теперь уходим в коррекцию. Поэтому здесь уже спорный вопрос в плане дальнейших целей. По РТСу диапазон, ну, вот 146 все добили, сейчас перед их. То есть, пускай рынок будет дальше идти в рост, буду радоваться за тех, кто агрессивно в нем зарабатывает. То есть, мне текущее спекулятивное движение уже с повышенными рисками. Либо должна произойти там плоская коррекция, либо еще какая-то, после которой я дальше смогу присоединяться. Инвестиционно, да, я в рынке, но без спекулятивных плечевых идей. Сбербанк еще радует, то есть, мне нравится по форме движение, которое идет. Оно, на мой взгляд, еще не полностью реализовало весь потенциал, который я вижу в плане спекулятивного даже роста Сбербанка. Форма пятиминутки мне нравится. Единственный минус сегодняшнего открытия, то, что по факту стадия пошла разгона, да. То есть, даже не разгон, а ускорение. И по факту пока это плоская коррекция без какого-то отката, потому что диапазон 26800-26900 я ожидал, но рынок пошел по-другому. Поэтому где-то здесь эмоционально заходить нет, не готов. Будет коррекция? Ну, да, буду. Инвестиционно, без плеча, без проблем, хоть по текущим все еще очень и очень интересно. Газпром, вот этот инструмент, который немножко лично меня разочаровал, потому что Газпром данный диапазон мне нравился. Я пробовал в нем участвовать, но вот это та сделка, которая не позволила удержаться. То есть, отдельные спекулятивные внутридневные сделки были, но прям зайти с плечом, агрессивно удержаться в этой позиции нет, не получилось. Сегодня была небольшая идея, что с открытия мы, может быть, уйдем в район 22500, пойдет движение вниз. Но мы сразу вынесли 22500, поэтому здесь ни о каком шарте, ни о какой коррекции тоже речи быть не может. То есть, пока идет продолжение движения. Но присоединяться для себя в рамках сегодняшнего дня по текущим отметкам я однозначно не буду. Поэтому ожидаю либо коррекцию, либо пока рынок остынет, пускай там плоская, либо будет дальше расти, тогда будем зарабатывать на инвестиционных идеях. Ясненько. Поняли вас, Владимир. Спасибо вам большое за ваш обзор. К слову о Газпроме. Северный поток 2, много об этом говорят. И вот я вижу, что как-то смягчаются отношения, хотя там с одной стороны машут руками, что санкции. С другой стороны, вижу, что смягчается отношение к Северному потоку 2. Уже обсуждают условия, на которых он может быть открыт и так далее. У вас нет впечатления, что он будет все-таки запущен, что, конечно, будет хорошей новостью для Газпрома? Ну, если говорить исключительно о моем мнении отношения, то я на 100% уверен, что он будет закончен и запущен. Если не произойдет какой-то там, ладно, черный лебедь не прогнозируем, но те условия, которые есть, и с учетом того, что он уже, в принципе, если я не ошибаюсь, там на 97-98% закончен, ну, я считаю, он будет закончен. Вот если мое мнение, да. Понятно, понял вас. Ну, и поэтому инвестиционная идея держать Газпрома, она остается, поскольку, так сказать, естественно, это для Газпрома будет означать достаточно серьезную прибавку к экспортному объему и, соответственно, к выручке. Ну, здесь нужно понимать, что Газпром – это все-таки не коммерческая организация, мы понимаем, кто там стоит во главе, и если почитать отчетности, там все становится понятно. Поэтому, ну, какого-то космического роста 300-400% – это будет просто бонусом. То есть у него есть инвестиционная идея, но что и дальше будет происходить, может быть, будет формальный звонок, нужно поделиться прибылью. Вот тут вот таких рисков в рамках Газпрома огромное колоссальное количество. Ну, я вас понимаю, но тем не менее, если пойдет даже выручка, прибыль, как распределиться, это понятно, предсказать невозможно. А то, что просто пойдет рост объемов и пойдет рост выручки, это, мне кажется, очень хороший знак, который, так сказать, может еще добавить оптимизма по этому инструменту. Да-да, вы хотели что-то добавить. То есть для меня показатель выручки – это напоминает собрание молодых предпринимателей, которые все хвастаются своей выручкой, своими оборотами, но реально в карманах пусто. Но выручки и обороты колоссальные. Нет, но все равно прибыль… Ну, анекдота, когда вы мне рубль, я вам 90 копеек. Обороты сумасшедшие, но прибыли нет. Я вас понимаю. Но все равно, согласитесь, без выручки прибыли и не будет никогда. Да, согласен. Никуда от этого показателя не деться. Поняли вас, Владимир, спасибо большое. Как этот месяц, считаете, будет активным вообще сам по себе? Мне так кажется, что будет очень активный месяц, судя по тому, какие настроения на рынке царят сейчас. Я большие ставки на февраль вообще не делал, но прошлая неделя неожиданно принесла классный подарок. Замечательно, замечательно. Вообще февраль, вот если по последним годам посмотреть, он был традиционно каким у вас месячным? Каким? Скучным. Скучным, да? Февраль все-таки скучный. Вот видите… Я ставки не делаю. Я понял. А вот этот февраль начался хорошо. Так что я уверен, что… Это просто подарок за хорошее поведение. Вот так, друзья. Новая парадигма финансовых рынков. Веди себя хорошо, и Вселенная тебя оценит. И рынок тебя поблагодарит. Также, друзья, вот такой жизненный опыт вы сегодня приобрели. Такой лайфхак от Владимира Мудрякова. Владимир, спасибо вам большое за ваш обзор и комментарии по практике торговли. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо. До свидания. До свидания.